На протяжении десятилетия с 1994 по 2004 года на экранах выходил сериал «Друзья», который стал культом в десятках стран мира. Первый эпизод посмотрело 20 миллионов зрителей, а финальный только в Америке более 50 миллионов. Этот ситком изменил судьбы актеров, сыгравших главные роли. Правда, для многих из них он стал единственной вершиной творческого пути. Как изменились судьбы звезд «Друзья» после съемок и как они выглядят в наши дни, вы узнаете в данном видеообзоре. Дженнифер Энистон во время съемок в сериале и в наши дни. Самой популярной и востребованной актрисой после съемок в сериале «Друзья» стала Дженнифер Энистон. До этого ей предлагали только небольшие роли в сериалах. И в ожидании новых предложений от режиссеров ей приходилось подрабатывать и секретарем, и курьером, и продавщицей мороженого, и официанткой. Последнее стало решающим фактором, когда Энистон утвердили на роль Рэйчел Грин. Изначально ей предложили сыграть Монику, но узнав о том, что у нее есть еще много общего с героиней, отдали ей Рэйчел по сценарию работавшего официанткой в кафе. Участие в культовом сериале открыло актрисе путь в полнометражное кино, а после этого каждый год выходило по 3-4 фильма с ее участием. И хотя среди них было немного заметных и бесспорных побед, сегодня Дженнифер Энистон является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Правда, в прессе они чаще всего вспоминают не по поводу творчества, а в связи с перипетиями в личной жизни. Дэвид Швиммер Дэвид Швиммер, исполнивший роль доктора археологии Росса Геллера до ситкома «Друзья», успел стать довольно известным театральным актером и сняться в нескольких сериалах, но мировая известность пришла к нему только после сериала «Друзья». Роль Росса изначально писалась под него, в отличие от других актеров, которые выбирали из тысяч претендентов. Он работал над ситкомом и в качестве режиссера, сняв 10 серий в разных сезонах. После этого он продолжил актерскую и режиссерскую деятельность. Правда, о его режиссерских работах кинокритики отзывали сдержанно, а повторить актерский успех после «Друзей» ему так и не удалось. Кортни Кокс Роль Моники стала не единственной звездной ролью. Кортни Кокс на момент съемок в сериале она была уже достаточно известной актрисой. Помимо ситкома «Друзья», зрители наверняка запомнили ее в одной из главных ролей в фильме ужасов под названием «Крик» и его продолжение. Интересно то, что во время съемок в сериале актриса была беременна, но ее героиня по сценарию не могла иметь детей, и Кортни Кокс приходилось носить мешковатую одежду, чтобы скрыть этот факт от зрителей. Во время съемок они с Женни Ферренистон стали подругами, и когда у Кортни Кокс родилась дочь, она предложила коллеге стать ее крестной. После завершения сериала актриса занялась продюсерской деятельностью, время от времени снимаясь в кино. Мэтью Перри Мэтью Перри изначально не собирался участвовать в съемках, на тот момент он был занят в другом проекте, но помогал своим друзьям проходить кастинг на роль Чендлера, так как в реальной жизни был очень похож на этого персонажа. Однако после того, как его первый проект не был одобрен, он пришел на прослушивание и сам был утвержден. Признание у зрителей он получил именно после этой роли. Сериал круто изменил его жизнь. Во время съемок актер страдал от алкогольной и наркотической зависимости, а статус звезды, по его признанию, помог ему справиться с данными проблемами и вернуться к здоровому образу жизни. Лиза Кудроу На сегодняшний день Лиза Кудроу занимается преимущественно продюсерской деятельностью и не скрывает тот факт, что скучает по своей героине, и что для многих зрителей она так и осталась Фиби. Мэтт Леблон По первоначальному замыслу Джоуи был второстепенным персонажем сериала, но актер Мэтт Леблон так убедительно вложился в образ и даже полюбился зрителям, что продюсеры решили вывести его на первый план и выпустить еще один сериал, названный именем этого героя. В 2001 году актер перестал сниматься в кино и на телевидении занялся продюсерской деятельностью. В 2008 году он вернулся на экраны и с тех пор сыграл еще в нескольких фильмах. Кроме того, он попробовался в качестве телеведущего.